Всем привет, ребята, с вами Берега Ильчурд и добро пожаловать в мой город в Майнкрафте, мой город Айсадовского. Очень давно у нас не было новостей про Айсадовскую, так вот, ребят, я вернулся и в принципе есть что рассказать сегодня. Первое, что хотелось бы поговорить с вами, это точнее про рынок Фроловский. Здесь я изначально планирую показывать в одном из видео по Айсадовскому, я уже забыл про какому, но вспомнил об нём только когда я закончил запись, но в принципе пока что он не весит пустую, но тем не менее показать есть что там, ну пока что что-то по двух стороне, то есть что-то открылось там, не обращайте внимания, просто там нож крючет постоянно, так сказать. Вот такое у нас здание Фроловского рынка, двухэтажное. Я однажды недоумевался, почему двухэтажное торговое здание у нас за именно рынком. Я также с друзьями спрашиваю, типа логично ли называть двухэтажное торговое здание именно рынком. Те ответили, что да, это логично. Вот такое двухэтажное здание, вывеска. Показываю, что там пока что имеется. Первый у нас это магазин «Смешные дизайны». Не влигайся сюда ни тут, ни этажа из детей. Всего два магазина по данным названиям. Те самые «Смешные дизайны» это ТК ВЕГА, В втором комплексе здесь есть ВЕГА. И второе вот у нас в ТВ на Фроловском рынке. Далее. Здесь возключаются бигбилайны, то есть там сим-карты и так далее. Туалет, как ни странно, у меня тут имеется. Но там показывает особо нечего. Две кабинки и двера. Далее, далее, далее. Давайте начнем отсюда. Красные и белые. Как ни странно, алкоматы на рынке. Вот такой вот небольшой получился. Далее. Фрукты, овощи, сухофрукты. То есть это фруктовый отдел. То есть овощи, 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 сухофрукты. Это типа вот все, что я описал ранее. Касса. И добавил табличку, что это типа. Оплата по номеру телефона СБИР. Хотя, если честно, я считаю, что оплата по номеру телефона. То есть путем денежного перевода и считаю это лично неудобно. Но я решил чисто эту табличку добавить. Чисто, чтобы добавить реалистичность. Типичная Россия. И еще один отдел, который пока что, только что открывшийся отдел на рынке Фровского. Это продукты из Казахстана. Те, кто замечал, типа, какие-то повизионные, типа, что там торгуются продукты из соседней республики, то есть из Казахстана, тот понимает. Но тут, в принципе, показывать особо-то и нечего. Далее, следующее обновление, это уже в поселке Майсак. Кстати, вот он. Кстати, вот тот сам жилое здание, которое я однажды решил построить, чтобы можно было в Айсасске. Кстати, помните в видео про Майсак, я тебе рассказывал про вот этот вот дом, кухня 35 квадратных метров, и вот еще и ванная 9 квадратных метров. Так вот, ребята, я перенес это. Ой. Только на друге. Так вот, ребята, это все перенес в проект нового жилого здания. Вот так вот. Всего 12 этажей. Вот. Папок, два входа. Тут у нас банкомат, вело, парковка, почтовые ящики. Всего по 4 штуки на каждом этаже. Квартиры. Вот. Давайте сейчас это начнем. Такая вот комната, 35 квадратных метров. Балкон. Такой вот. Кухня. Кстати, вот. Я просто... Кухня такая... Если что, она такая же по метражу, что и в том же доме, 35 квадратных метров. Но я просто, можно сказать, поленился обустраивать ванны. Вот. И 9 квадратных метров. И туалет. Вот. Вот. И... Ну, сказать. Давайте пробежимся. Давайте по шестному пробежимся, чтобы показать, что там на кухне этого здания. Ну, так сказать. Те, кто не смотрел предыдущий выпуск, про Аризатовскую. Кто-то вспомнит. Вот. Вот так вот в этой кухне. В общем, я постарался сделать кухню именно, так сказать, чтобы можно было развернуться. Чтобы можно было пройтись вот. Вот. Все, что нужно, отсидеть. Вот. В этом холодильник, рак, плита, посудомойка. Вот. И вот стол и студия. Можно было посидеть покушаться. В общем, про этот дом я все сказал. Далее у нас два дома. Типа колхозские. Это, как бы, можно сказать, ну, как бы, это, можно сказать, модификация дома серии 8-9-6-5. То есть, это самая колхозка. Всего таких два дома. Один из гранит, другой из кирпичей из эндермира. Вроде бы эндерняковые кирпичи. Да. Они одинаковые, если что. Давайте вот разойдем. Одинаковые. Вывеска, табличка, софлосная, улица, дом 7. Квартира с 1 по 4. Тут у нас два прохода. Вот такой двухметровый коридор. То есть, такая двухметровая лестничная площадка. Тут всего две квартиры на каждом этаже. Давайте поднимемся на самый верх. Ё-твоё уже налево. Ладно, спускаемся ниже. Просто произошел косяк, ребята. Просто я, наверное, неправильно использовал Word Edit, либо я, наверное, косякнул. Но, тем не менее, я, возможно, это исправлю. Исправлю все это дело за кадром, может быть. Может быть, я их перестрою. Так, 24. Тут. 60 квадратных метров в квартирах. Но, примерно, оттянет, наверное, на 2-х или 3-х этажку, вроде бы. Я не знаю, что за косяку произошло. Наверное, буду его поднять чуть выше, наверное, может. Так, ну-ка. Сейчас попробую поднять повыше. Я, москотю, не удивляюсь тому, что у меня постоянно... Постоянно у меня проходят эти летсбилды, причем во время съемки. Я не удивлен, ребята. Честно признаюсь. Не удивлен ни в коем случае. Какой бы случай не был. Вот. Все. Вроде бы я исправил косяк, потому что... И надо вот это все перекопировать. Но это я займусь позже в съемке. И выход на крышу. Так, далее у нас такой двор, кстати. Вот тут... Я решил вот так вот сделать. То есть, у нас 4 огорода. То есть, на каждую квартиру... То есть, на каждую квартиру... Вот. 4 гаража для машины. Вот. Вот. Тоже вот для жильцев вот этого дома. И детская площадка. Вот такая вот. Чтобы быть стандартная. Здесь то же самое. И последнее нововведение сегодня это... Магазин сибирской сети Мариара. Да. Это такая сеть существует в России. Но она распространена, в основном, на территории... Ряда регионов Сибири. В частности, в Новосибирске есть. Я это заметил. А она появилась в Борнауле. В Солодовском крае. И здесь она... Помимо самого магазина Мариара. Там же входят и кофейня кофе Рама. Вот такие вот... Такое вот оформление. То есть, старался сделать намного приблизительнее, чем... Ой, извиняюсь. То есть, сделать как бы... Ну, так сказать, похоже, как и в оригинале. Как оригинальное, точнее. Вот. В самом здании в БГ вот так. В принципе, ничего особенного. Тут у нас такая вот площадка для инвалидных колясок, чтобы можно было подняться. Это здесь тоже. Всего два входа. Один в кофейню кофе Рама, другой в магазин. Давайте зайдем отсюда. Тут у нас еще один проход в кофе. В кофейню. Но про кофейню чуть позже. Давайте. Тут у нас кассы. Проход в... Далее у нас проход в монгас. Камеры хранения. Да. Тут у нас такие... Все как в обычном магазине. То есть, товары лежат. Вот. В холодильниках. Вот. 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 В полочках таких вот. Так же. В морозильных камерах. Служебное помещение, кстати. Вот. Вот. Склады. Тут у нас кабинет администрации совмещенный с комнатой отдыха персонала. Вот. Какие страны. И туалет. Такой вот. Примещаемся в кофейню кофе-рама. Пролетим, как говорится, сквозь текстуры. Во. Вот. Вот такая вот просторная кофейня, кстати. Вот так вот вышла. Тут у нас, типа, доска обидно. Такая вот. Тоска, типа, объявления и так далее. Типа, менюшка. Дальше. Кухня. Касса и кухня, кстати, одно тоже. Только я забыл добавить со свету, но вот как. А так, в принципе, ничего особенного. Здесь я вряд ли что расскажу. То есть у нас плитки, то есть печки, раковины, тумбочки, типа. Это на самом деле бочки. Холодильник. Здесь две зелеварки, типа, готовятся напитки. Хуалет. Кстати, вот. Хуалет. Ну, как же без него. Нужно же как-то багаж скинуть после хорошего, как бы, сытного ужина. Ладно. Очередная метафора была. Сырка только, к сожалению, не вместо. Вот, в принципе, вот так вот. Почему? Мы посмотрели этот магазин, кстати, и кофейник, кстати. И в качестве постскриптума, то есть, точнее, напоследок, хочется сказать то, что эта сеть будет еще расширяться, в Айсадовской пояса как минимум три магазина. Я, кстати, уже определился, где будет. Еще один, второй по счету пояса на улице Абакинских комитетов в районе стадиона. Третий, вроде бы как, в ТК Орион. И четвертый, возможно, пояса в Гагаинском районе на Парковой улице. А на этом, друзья, а на этом у меня, в принципе, все. Спасибо всем за внимание. Понравился вам ролик или нет, решайте вам. Подписывайтесь, ставьте лайки, залетайте ко мне в группу ВК, в мой чат в Телеграме, а также залетайте на мой сервер Дискорда, а также на сервер моих друзей. Ссылки на все про все в описании под видео. Также жду вас... Также я есть в Дзене, а также в Утуб, ссылки на мои каналы в российских площадках тоже в описании. Разумеется, не забывайте также поддерживать мой канал Компиечка, и для этого есть донат. Ссылка тоже в описании под видео. Ну что же, спасибо всем за внимание. С вами был Григорь Эджетт. Я езжаю с основателем и Вадди Звукбурда Рисатовская. До новых встреч. Всем до новых встреч. Пока.